Новый день встречаем вместе с программой «Утренний фреш». Я, Александр Лупиненко, расскажу о культурных событиях Гомеля и, как всегда, познакомлю с другими интересными фактами и событиями. Сегодня на территории Гомельской области будет сплошная облачность. Осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточного направления скоростью до 7 метров в секунду. Мир семьи. К запуску в Гомеле готовится проект, который позволит семьям, оказавшимся в трудной ситуации, реализовать право на участие в информационной встрече с медиатором на безвозмездной основе. Главная цель проекта – сохранение семьи и восстановление отношений между супругами. Медиатор поможет участникам конфликта справиться с негативными эмоциями в затянувшейся семейной ссоре и перевести их в конструктивное русло. Проект стартует 3 июня в отделе ЗАГС Гомельского горосполкома на улице Ирининская, 11. Альтер-эго. Выставка под таким названием открылась в Музее истории города Гомеля. На ней портфолио топ-модели Катерины Дубицкой. Выставка собрана из 25 работ, 5 фотографов, с которыми чаще всего сотрудничала Катерина. На счету участницы многих проектов уже более 100 показов мод в Беларуси и за ее пределами. Модель представлена в самых разных образах, которые демонстрируют грани ее характера. Фотографы, с которыми работает Катерина, через разные ракурсы и авторские взгляды преподносят миру ее альтер-эго. Выставка организована по итогам одного из конкурсов красоты. 3 июня в картинной галерее Ващенко можно будет познакомиться с новым художественным проектом «Время перемен. Включение». Он организован совместно со школой Игоря Ягодкина «Ключ». Новый арт-проект реализуют в формате конкурса, участники которого могут ярче представить свое творчество. На выставке будет более 200 работ, созданных за минувшие два года. Гости галереи могут отметить понравившиеся, проголосовав за них. Участие каждого посетителя станет вкладом в творческий процесс проекта. К слову, голосование также предоставляет право на участие в розыгрыше призов, который состоится на закрытии проекта 1 июля. В собрании археологии музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля есть инвентарь настольных игр и детские игрушки. Они были найдены на территории Гомеля, Лоевского и Добружского районов. Эти артефакты датируются от конца 10-го до начала 20-го столетия. И теперь гомельчанам предлагается поближе познакомиться с тысячелетней историей досуга наших предков. Сделать это можно на выставке «Древнейшая история Гомельщины». Посетителям дворца Румянцевых и Паскевичей не стоит спешить покидать его стены. Там начал работу уникальный выставочный проект под названием «Зона комфорта». Это рассказ о том, какие способы отдыха были у людей в разные периоды истории. А также о том, какие из них актуальны и сегодня. Так что на выставке можно увидеть экспонаты, которые поведают об активном отдыхе в прошлом, как далеком, так и не очень. А в картинной галерее Гавриила Ващенко открыта выставка «Неизвестный Ван Гог». Мастер написал более двух тысяч произведений. Самые известные среди них, которые знакомы широкой публике, ирисы, подсолнухи, звездная ночь. На выставке можно увидеть как знаменитые сюжеты, так и малоизвестные, но не менее великие картины. По ним можно проследить весь творческий путь художника. Гости галереи также смогут познакомиться с описанием сюжетов и истории создания произведений великого Ван Гога. Телеканал «Беларусь-4 Гомель» предлагает зрителям сериал «Принцесса цирка». В провинциальном городке большое событие. Приезжает цирк. Внутри этого маленького мира кипят нешуточные страсти. За сердце виртуозной гимнастки борются два близнеца. В первом из них девушка увидела мужчину своей мечты и ответила ему взаимностью. Но вдруг работа вынуждает его согласиться на долгую командировку в другую страну. И в это время его брат-близнец решает не терять времени и выдает себя за брата. Но никто и не догадывается, что их судьбы были связаны много лет назад, и точкой соприкосновения был один дом. Продолжение смотрите в нашем эфире в 17.05. В 18.25 телезрителей ждет сериал «Оса». Особая следственная аналитика. Это остросюжетный сериал от создателей знаменитого «Следа», а еще одной специальной группе, которая расследует необычное преступление. Когда кажется, что преступники не оставили и намеков на улики, а традиционные следственные методы только тянут время, за дело берутся эксперты-осы. Ведь эта организация создана специально для таких случаев. В каждой серии эксперты распутывают преступления, демонстрируя зрителям всю цепочку своих действий. «Тело человека» – познавательная передача о вопросах здоровья. Статистика говорит, что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. В итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Смотрите сегодня на телеканале «Беларусь-4», «Гомель» в 19.30. Программа «Добрый вечер, Гомель». Это разговор на актуальные темы, рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области, интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. И немного о братьях наших меньших. Парк дикой природы в Австралии празднует рождение коалы. Казалось бы, что в этом такого? А то, что это первый детеныш коалы после разрушительных лесных пожаров, в которых погибло более 1 миллиарда животных. Однако теперь первый рожденный в этом сезоне малыш выглянул из маминой сумки, чтобы сказать, миру «привет». Работники парка считают, что это событие – знак надежды на светлое будущее дикой природы Австралии. Осьминог попал в объектив автоматической камеры на глубине почти 7 километров. Все это дело происходило в Индийском океане. На сегодняшний день это самый глубоководный снимок головоногого. Исследовательская группа изучала морское дно при помощи спускаемых с борта устройств в виде металлических рам с оборудованием. Эти рамы опускаются на дно, где начинают снимать все происходящее там. И на глубине почти 7 километров в их объективы попал осьминог. Этих существ еще не фотографировали на таких больших глубинах. Исследования на дне Индийского океана показали – осьминоги могут опитать в придонных слоях океанов практически везде. Но тем из них, кто живет на больших глубинах, наверняка пришлось дополнительно приспособиться, поскольку считается, что жизнь на больших глубинах практически невозможна. В США местные жители сняли видео, которое впечатлило пользователей сети. Авторы ролика отправились на реку и в какой-то момент увидели, что неподалеку к старой плотине подошла дикая рысь. Люди думали, что животное не сможет преодолеть препятствий и упадет в воду, поэтому стали снимать на видео. Но животное доказало, что отдыхающие ее недооценили. Рысь смогла преодолеть расстояние в несколько метров одним гарциозным прыжком, и это удивило не только авторов видео, но и множество пользователей интернет. Новый день с вами встречали Утренний Фрэш и я, Александр Лупиненко. Рабочая неделя только началась, и пусть она пройдет легко, продуктивно и спокойно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова